Пионерский проспект, разгар дня. Сотрудники ГИБДД останавливают легковые машины, которые перевозят пассажиров за деньги без лицензии. За пару часов остановили порядка полусотен легковушек с опознавательными знаками и без. По двум из них есть вопросы, составляются протоколы. В городской администрации говорят, что в городе, где официально зарегистрированы полторы тысячи таксистов, летом добавляется еще 500-700 нелегалов. Это потери для бюджета, однако ключевая задача – обеспечить безопасность гостей города-курорта. Преимущество в том, что, во-первых, перевозка безопасная, потому что водитель полностью проходит предрейсовый как медицинский осмотр, так и транспортный средств, технический осмотр проходит. В случае, если где-то забытая вещь какая-то или еще что-то, найти данную машину, в которой были забыты вещи, труда большого не составит, потому что можно ее по госномеру, по каким-то смс-кам, которые легальная компания присылает, все это отследить. В целом, гости Анапы отмечают, что в городе достаточно удобно ходить пешком, кроме того, неплохо развита система общественного транспорта. Но если говорить о такси, то большая часть отдыхающих предпочитает использовать привычный способ – заказ по телефону. Они считают такую систему одной из гарантий качества услуги. Нужна больше информации, то есть информации недостаточно, скорее всего, потому что у меня вот ее нет вообще. Поэтому я вот где поймаю такси, там нет информации о том, что вот такое-то такси, такие-то номера. Я думаю, что Яндекс.Акси вызывал, потому что мы в Москве уже пользовались этим сервисом. Не первый раз в Анапе уже, как подходишь, которые стоят на месте, ну, таксисты, они берут гораздо больше денег. К официалам обращаться и в Москве также, к официалам только. Под счетчику все дешевле получается. Так или иначе, для межведомственной комиссии, куда входят сотрудники ГИБДД, полицейские, представители городской администрации, наступила в прямом смысле горячая пора. На сегодняшний день проведено 78 мероприятий. Составлено около полутора сотен административных протоколов. 33 автомобиля находятся на штрафной стоянке. Если суд подтвердит факт нарушения, то водителя оштрафуют минимум на полторы тысячи за предпринимательство без лицензии. А если у машины есть специальный фонарь с шашечками или без, то минимальная сумма штрафа удваивается. В администрации города-курорта говорят, что подобная практика действенна. И с начала текущего года из тени вышли около 300 таксистов.